Первые изменения можно увидеть уже по пути в Лыготский сельский округ. Те, кто бывал здесь часто, знают, эта часть дороги постоянно подмывалась речкой. Теперь сюда засыпали полторы тысячи кубометров гравия. Через две-три недели площадку забетонируют, проведут берегоукрепительные работы. А после это место, надеются жители, станет визитной карточкой сельского округа. Здесь будет стоять монумент, чтобы отдыхающие могли смотреть. Красивый монумент будет. Сейчас готовится проект этого монумента. Разных несколько вариантов уже готово. Будем выбирать, какой из них лучше. Сходы будем проводить, предлагать будем эти все разные варианты. Что выберут жители, то и будут здесь стоять. Но если монумент – это скорее для души, то другие малые дела – необходимость для местных жителей. Например, в ауле Лыготх стало светлее. На улице Нарт установили фонари. В ауле Калеш уже забетонировали площадку под навес рядом с местным кладбищем. Заменили ограждение, протянули водопровод, подготовили площадку для стоянки автомобилей. Работы еще много, но уже примерно через месяц здесь будет так же, как и в соседнем ауле Хаджико. Красиво и удобно. Остался только последний штрих – поставить лавочки в тени навеса. Они очень радостные, довольные, потому что им это очень приятно. Руки помыть вовремя, ноги помыть и уйти чисто, или зайти чисто, свои обряды сделать – это обязательно положено по нашему обычаю. Поэтому это было сделано специально для этого, чтобы человек мог отдохнуть, уставший, чтобы не напрягался. Все было сделано во благо людей. Не забыли и о подрастающем поколении. Здание детского сада долгие годы страдало от сырости. Одна из стен пропускала влагу. Теперь ее обшили профлистом. И строители обещают, зимой дети будут в тепле. Кстати, уже совсем скоро юные жители Лазаревского района пойдут в новый детский сад. И это дело уже точно нельзя назвать малым. Дошли уже и до севера. Это и строительство дорог, это и освещение. Сейчас мы благоустраиваем кладбище наше. И не только внимание уделяется на ремонт дорог, реконструкцию дорог, освещение, но еще и строим в Советскваджи детский сад. Анатолий Николаевич выбил эти деньги для строительства детского сада и школы в Советскваджи. Кроме того, благоустраиваем пляжные территории, газификация. Сейчас готовится план проведения туда газа. Это в четыре населенных пункта. Поэтому работа по всей территории идет в полномерии. Это еще далеко не все запланированные дела. Малые и не очень. На сегодняшний день в работе еще 13 проектов. И прием заявок от жителей продолжается. Местные надеются, что после всех изменений в горных селах и аулах Лазаревского района отдыхающих будет не меньше, чем на побережье. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».